добрый вечер мир вам, Игнат Тихонович, дорогой наш добрый день как вы там? отлично, как у вас дела? слава богу я не против, что вы записываете, все нормально слава богу, как там мама-то ваша, скажи мама, хорошо, только вот только вот на храм еще пока решаем, куда ходить ну ладно, это житейское дело, слушаю да, Тихонович, ну хотел, во-первых, сказать, что я был как сказать, в шоке, как вы смогли сделать такую работу на платине вчетвером когда городских понадобилось, наверное, человек 50 чтобы это сделать, это просто невероятно это с утра до вечера вчетвером делать такую просто невероятную работу так это не одна платина, три платины сделали, три и дорогу, дорогу-то, дорогу-то какую сделали да, это вообще и холод 330 деревьев спилили только это мы сами не знаем и не могли никак выйти, доски не везут холод, заморожено, мы идем оттуда друг друга не видно в темноте а встаем 4,40 и ни один не простыл, и ни один не сморкал вот как Бог взял за такую работу в городе бы вас, наверное, озолотили ну да а мы ни один, ни копейки, ни это мы даже за... пришлось мне платить я заплатил 440 тысяч писать себе за все а нам ни одной копейки никто не платил а мы Богу благодарны мы для Бога все делаем да, Иван Тихонович, ну волосы просто это невероятно даете такой заряд бодрости что человек может очень много с Богом сделать да, так, именно так Иван Тихонович хотел также по роликам, которые сейчас смотрю я, кстати, не успеваю их смотреть потому что я работаю я фоном включаю ролики чтобы и слушать, и смотреть потому что их выходит так иногда много я прям не успеваю если бы выходило два ролика в день было бы вообще прекрасно а так слишком много так что я еще и ночью смотрю, приезжаю так это не на сегодняшний день дальше будет меньше, совсем не будет и тогда это уже будет видно сегодня можно съесть выставляем а не будет, значит, кончилось все, ничего нету у нас тогда запас остался я имел доступ в редакции где отходы книг этих газеты идут и прочее чистая бумага я таскал и таскал всех снабдил а сейчас отрезали никакой нет возможности а у меня накоплено я еще несколько лет могу давать ну да, это точно Иван Тихонович, а где Вова, где братья все, Никита? никого на занятиях все а Никита у Сергея Пупкова а Володя сегодня у них занятия сейчас говорили поздно так задерживаются сейчас позвонил хотел им привет передать ну да, ты не выходил, как они ведут занятия там по интернету к ним цепляются, цепляются ну, я видел сообщения но я пока не мог подсоединиться к ним не было времени ну я буду выставлять там увидишь занятия, поглядишь на занятиях видно на экране люди разные насчет ваших роликов там насчет воробья насчет как вы селекцию делаете голубей да, я понимаю, что люди людям очень много не нравится в этих роликах но вы правы, то что мы городские лицемеры на самом деле мы не можем видеть смерть а кушать потом, если мы ее не увидим мы можем то есть это лицемерие то есть мы настолько привыкли к этому всему что мы колбаску так кушаем а не знаем из чего она состоит-то вот поэтому это все правильно и чтобы понять это вы нам как раз это и показываете я и показываю еще тут удивляться котенок ловит воробья ой-ой-ой это там кто-то под именем священника выходит ну еще надо глядеть-то голуби куда их голубей-то я говорю, а куда? кормить их нечем кончилось лето вылетать они не могут потому что тут совы ловят их ну а куда девать-то? вот сейчас осень наступила там быков овечек режут это во всем мире куриц бройлерных держат куда? всех режут что удивлять это? голубь такая же птица это мои голуби мои я их держу сколько оставить я знаю 15 больше никак нельзя а их 30 кормить значит на половину зимы все сдохли дальше-то нету зерна это просто пустота разговор какой ведут люди не знают ничего ну просто от зависти он лопается и назад он такого не видел? или видел? вот я видел людей давят на дорогах сколько убивают щечены голову резат ты тут прими каждый день 18 тысяч абортов в стране идет тысяч и молчок а увидели котенок воробья ловят заорали лицемеры это точно я даже уверен если даже человек бы городской видел бы смерть животных перед тем как из них что-то делают 50% бы мне кажется не ели бы мясо население вот я точно в этом уверен они бы отказались от мяса но как это они не видят они едят я вот не ем мясо совсем уж полвека ни птицу никакую ага голуби заколоты это как птица это очень деликатесно диетическое питание у меня Никита там Сережа я один раз только сразу во время селекции пришлось убрать 300 голубей 300 три сотни а в Египте это считается там только один ресторан эти едут с Европы ищут где этот ресторанчик чтобы взять голубей фаршированное там обжаренное ну они поменьше размером а другие держат мясистые голубей до одного килограмма весом ну у меня а куда вы эти 300 голубей-то деваете вы же не можете Никита все съедать никуда 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 съели люди все я раздал ага понятно свой ресторан вам нужно открывать у меня один раз только много было а так-то убираешь штук по 5-10 ага все лето они прибывают бывает посторонние залетают еще нельзя сделать ну еще что я буду делать с ними вот у меня я голубям даю а воробьи лезут туда я их поймал 200 воробей поймал 200 за зиму-то и все кормлю отдельно сейчас здесь вот лицемеры лицемеры дурью маются а я знал когда ставил я даже молился и говорю сейчас будут нападать будут говорить для деревенских это нормально жизнь такая а вот для городских это уже что-то сверхъестественное а что сверхъестественное то на умом-то маленько шевельни откуда у тебя все на столе-то вот эти котлетки проще а то в деревне в деревне в деревне то на виду все колодец копает туалет построить скотину вырасти заколи обделай обтереби а в городе он еще пошел взял этой отравы которую продают ему вместо молока а там все натурально ты же был не видел какие у нас конечно какие люди какие ребятишки какие они здоровые все да охота с вами прям жить ну никак нельзя потому что жена у меня что-то прям совсем как-то нет ее надо я вот вы 4 часа ей объясняли про то как правильно правильно церковь она до сих пор еще еще не может сообразить где она то есть она в поиске ей докажут факты приводишь и все остальное потому что я уже проповедую и протестантам где мы вот были с ней я уже с ними они факты вообще не учитывают то есть они как-то их упускают и отрывки из библии берут и влепляют где надо где не надо то есть люди у которых просто занавес какой-то еще не открылся я вот не могу объяснить им ничего объяснять не надо ты сказал написано после первого второго разумления отвращается в разумление ты показал два раза первый и второй все дальше отойди он не назначен для жизни вечной весь сказ тебе только один раз я только один раз сказал пока еще есть второй после первого или второго можешь не говорить второй раз а я хочу чтобы сейчас дойти до главы ну как бы собрания чтобы он с вами связался если он не захочет с вами связаться тогда Лена посмотрит и подумает почему он не хочет это сделать потому что не хочет оказаться неправым вот если если получится будет вообще шикарно если вы с ним поговорите потом я вам напишу что у нас там произойдет ну вы для себя просто запишите титу 3.10 3.10 еретика после первого второго разумления отвращайся не беседуй не здоровайся отвращайся все четко и ясно послание к титу 3.10 это стих вот эти ролики которые выходят там с крови как вы сегодня осмотрел показывали это вот эта нагнетающая такая музыка вот это вот все вот как-то показывают это то же самое что даже любого человека взять из контекста вырвать его слова даже да какие-то и можно такое слепить что он будет хуже антихриста это все пройдет Митя все это пройдет это Господь допускает это награда за это поношение его трудно переносить Златоуст говорит труднее чем болеть у его 10 сыновей погибли вытерпел жена поднялась вытерпел проказы поразил вытерпел а три друга начали его обвинять и он не мог вытерпеть до его говорит вот и все Господь меня испытывает со всех сторон а они что там говорят у них ничего нет они вокруг моей колокольни визжат бегают и что сделаешь он другого другого у него нет я за ним не буду бегать я даже не понимаю как это бы я зашел чужой ролик брал да что-то напускал туда и тем более показано как будто священник да разве священник может это делать это шпана какая-то делает он делает я поясняю проясняю я вставляю отдельно ролики-то я проясняю что они делают и как это надо было бы еще тут особенного нет раз на землю сошел сатана в великой ярости вот он и работает а через кого он работает это никто не устоит если он не с Богом смирения нет зависти до ноздрей они до сумасшествия завидуют мне я свободный они рабы понимаете я сохраняю в себе этот образ подобие данной Божьей они этого понятия не имеют они подобие держат в любой власти у ней лежат еще я буду говорить с ними и говорить не о чем я сказал каждому слову привязывается где-то значит не о чем заниматься а у меня нет времени вот вы сейчас заходите у меня один второй только сейчас отошел один сейчас еще один стоит там надо поговорить я сейчас занимаюсь насчитывая свои стихи и по два стихотворения выставляю каждый день а это не два не три стихотворения а 3467 это мне больше чем год надо заниматься я выставляю ролик а внизу текст хорошо было если больше чтобы вы от нас не ушли вот видишь вот заходит один сейчас давай что еще есть конечно у меня много вопросов ладно я скажу сейчас нет ладно говори он отойдет скажите вот если посмотреть на эту ситуацию они как мураши которые хотят вас за ногу уцепить а вы на них наступаете наступаете вот зачем я не понимаю вот вы на них практически не обращаете внимания зачем они вами занимаются они столько времени тратят на это а их спрашивают это вопрос не ко мне это конечно вообще насчет насчет своего друга которому про которого я вам писал когда вы были еще в деревне про Артема он все-таки принял крещение полным погружением он конечно там попы вообще не хотели то есть от крещения его отговаривали он послал письмо чтобы ему разрешили это сделать ему разрешили и то после этого даже с письмом и то они его тоже отговаривали и говорю Артем самое главное чтобы ты не платил никакие деньги вообще нисколько во время крещения это очень важно и все-таки заставили купить свечку и грамоту в тот же день вот в чем вот зачем это нужно они не могли потом у него взять деньги вот именно в тот же день взяли у него деньги эти 70 рублей несчастные вот зачем это нужно было сделать я не знаю я еще могу сказать вот у нас которые были ни с кого не берут никогда это абсолютно запрещено мы даже не знаем как бы это было веры нет поэтому творят что хотят ну и еще это обсуждать их они ответят за это а вот грамоты которые они выдают они вообще нужны или нет ну может сгодиться это неплохо а вам вам выдали нет мы же у вас же крестили я говорю вам не дали нет ну вот надо вы здесь мне напишите сколько есть потому что здесь дают тут батюшка расписывается у нас с печатью у вас будет документ это хорошо бывает там в дальнейшем потребуется что-то где-то поехал показать что ты православный может быть даже там кто-то священником будет просто данные свои надо имя, отчество, фамилию там все показать а мы к вам хотим в Барнаул приехать вот не знаю в течение может двух-трех недель чтобы причаститься все, приезжайте приезжайте да, да, да Гнать Иванович вы с кем хотите приехать? с мамой? с мамой, да хочу приехать ну мама ты у нас можешь ночевать тут или там у Сергея а мама тут у сестры ночует через стенку у меня рядом буду очень рад насчет причащения Игнать Иванович я хотел спросить как правильно к нему готовиться чтобы быть достойным чтобы как ну как знаешь за собой какие грехи как называют смертные этого нет ну а дальше что есть пост во время поста считается перед причастием там причастные молитвы акафист каноны там ангелу-хранителю ну ты заряди в интернет посмотри там полный перечень и молитвы все есть это все необходимо а вот насчет грехов исповедовать их нужно записывать все которые ты делаешь а зачем не нужно ты так знаешь если у тебя памяти нет то запиши нет я точно знаю какие но иногда бывает что что-то ты сделал но потом ты все равно забываешь да о чем-то ну у тебя что-то остается вот исповедуется другой раз зайдет там ну не дождешься когда счетом первый раз когда приходит из мира тут понятно ну проходит там месяца два-три и он зайдет столько мне говорит чего ты там беседу-то устраивает ну сказал ну грех-то какой я понимаю где-то в обыденной жизни что-то там сказал там не так да-да-да сгневался или еще что-то ну агневался там или что-то ну не то что там я своровал там или пьяный был или блудил это уже при счастье тебе не должно быть ты должен быть на эпитемию понял так ну тогда лучше тогда какие-то грехи основные записывать да основное да которое тебя тревожит что у тебя на душе есть лежит необходимо бывает человек во время молитвы все это получает Господь облечает и явлено тебе будет и тебе надо получить разрешение и что-то старые грехи бывает исповедовал а какие-то не исповедовал забыл или что тогда нужно снова сказать понял Игнатий Иванович а вот еще насчет все-таки причащения вот мой друг который Артем по которому мы только что разговаривали постоянно меня спрашивает почему ты не причащаешься почему ты не причащаешься говорит вот я если одну неделю не причащусь то со мной что-то происходит и все какой-то страх какой-то непонятный это у кого у него да вот я я думаю так может быть во мне что-то не так потому что у меня страха никакого нету вообще что я каждую неделю не причащаю а откуда страх-то у него он что бесноватый да нет ну зачем зачем им это нужно вот приучили так чаще исповедуется чаще причащается этого нет ни в Евангелии нигде у русского человека было всегда четыре раза в году четыре поста и четыре раза причащались говели люди усиленно постились а это попы до этого доводят златоуз говорит не одобряя ни счастлива ни редкого а готовность готовность главное если ты готов ты каждый день можешь причащаться но готова ты не можешь быть надо высчитывать что-то у тебя ни времени ни минуты не будет сами себя тешат этим серьезно же это дело конечно недостойно я боюсь только причаститься недостойно вот этого бойся а Мария Магдана за 47 лет один раз многие златоузы причащаются один раз в году а бывает два года один раз у русских всегда было принято когда получили князя Владимиром четыре раза в году Геннадий Тихонович он приводит канон апостольский сейчас скажу да не надо все уже 10 раз говорили пусть причащаются канон апостольский канон апостольский должен на чем-то основан быть а то есть описание моего совета еще нигде нету но канон и канон это не требование Евангелия а то есть девятый то есть вы про девятый да канон да хоть какой я их все эти каноны присылают и говорят где ты нашел что теперь вот так так нет нет а надо это отлучать ну отлучайте почему за 2000 лет никого не отлучили это это разговор только то есть не смотреть на это так ну понял что еще хотел про причащение сказал ну и по библии у меня вопросов много по новому завету есть же еще время да у нас давай первый вопрос демоны если они демоны и бесы это же все одно и то же падшие англ черти селефтолстой называют никасты да которые подразделяются там кто-то выше ниже там все остальное лукавый дух нечистый дух падший с неба ангел это все в одно и то же название они же все видят они обитают в воздухе правильно они все вокруг все около нас да значит они должны были знать где Иисус Христос родится правильно не могли они знать не знали они почему они не могли знать это тайна написана сокрытая от веков тайной так и называет апостол павел сокрытая ты разве не считал про это нет читал а волхвы же они же пошли к нему бесы бы за ними пошли то есть они все равно не могли да понимаешь это разговор надо прям тебя считать так так смотри эфесянам 3.9 записывай и открыть всем в чем состоит домостроительство тайны сокрывавшиеся от вечности в Боге создавшим все Иисусом Христом колоссиным 1.26 1.26 читаем ныне 24 радуюсь страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моих скорбей Христовых за тело его которое из церкви которое сделался я служителем по домостроительству Божию веренному мне для вас чтобы исполнилось слово Божие тайну сокрытую от веков и родов ныне же открытую святым его которым благоволил Бог показать какое богатство славы в тайне сей для язычников который есть Христос в вас упование славы которого мы проповедуем разумляя всякого человека научая всякой премудрости это тайна тайна понятно то есть они даже не могли за волхлами получается пойти то есть их сила какая-то удерживала правильно за они за звездой ну волхлы когда пришли к ироду они пошли за звездой и бесы могли тоже за ними пойти чтобы это не надо вопрос ставить бесы там про бесов не упоминается и не надо говорить 1 тимофея 3 16 и беспрекословно великое благочестие тайна двоеточие какая тайна бог явился во плоти дальше показал показал себя ангелом ангелы его видели на полях воспели а демоны могли видеть про это не написано показал себя ангелом себя бог показал его ангелы не видели не знали это была тайна на небе ангелы не знали как будет искупление рода человеческого что Иисус возьмет на себя грех поэтому он и говорил если ты сын божий брось даже искушай он не знал его если ты сын божий если ты сын божий это точно еще вопрос почему бесы ходят по безводным местам почему именно где без воды безводные места это пустыня по пустынным местам и так Господь делает то есть где вода вообще не ходит мы можем понимать это и духовно что значит безводное где не звучит слово Божие но здесь буквально об этом говорится у Тавита когда он в пустыне там где было его ангел связал книга Тавит просчитать а почему нигде не написано никаких ответов нету поэтому в пустынных местах чаще бывает что-то один человек мираж мерещится ему что-то хорошо сейчас скажу Матвея 3 7 и 9 стихи сейчас я прочитаю давай так но сейчас сейчас ага вот 3 9 и так 7 и 9 увидев говорит я фарисея от фарисеев как он принес покаяние а идущий идущий к нему креститься сказал порождение ехидны по фарисеев то есть они хотели спастись 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 да хотели и просто пришли зачем им тогда нужно было потому что Господь говорит кто внушил вам бежать кто общественное мнение или дух божий а они они никогда об этом не задумывались почему пришел в церковь вот так потянуло я пение люблю послушать а вот сотворите же достойный плод покаяния какой достойный плод покаяния это милостыня кого чем обидел говорит воздам четверо половину раздам имения Захей знал что нужно делать а то что отец у нас Авраам чтобы они не говорили то есть они не сыны Авраама да получается а они сыны Авраама но они этим кищились и Господь говорит что что вы кищитесь то какая ваша в этом заслуга то а я русский бьет себя в грудь так минутки подожди вон Володя пришел тебе видать его? да да вижу так дальше из камней есть их то есть не надо понимать буквально из камней там люди которые были окамененные сердцами и Господь о них говорит что он может детей Авраама сделать из язычников не тот сын который говорит по плоти родился который по духу как Авраам а то поговорка говорится что по бороде это говорит Авраам а по душе это хам Семью газ our ch 253 про Никиту я вспомнил потому что вы его учите постоянно в роликах а может быть такое что человек не приспособлен к физическому труду а только к умственному может такое быть? не может быть такое он может работать физически у него сила есть все это просто человек себя на это поставил паразитировать и он уже работал землю кидал долбил и все. Я его потихоньку вытаскиваю из этого. Он наркоман и он сколько лет там не четыре, может быть лет десять сидел за компьютером, по компьютерной игры. Ну и не считая там попутно еще плеяды грехов. И все это сбекренило мозги. И вот меня учат, как обращаться с ним. Но я слышу совет. Ну возьмитесь, начните говорить. А сегодня научились людей классифицировать. Вот с таким надо так, другим так. Нигде на дорогах ездят. Милиция не может ко всем разные методы брать. Один, на красный свет, все. Выпиши, да, не присягнулся ремнем. Сразу переехал линию, которая 70 тысяч рублей. Сплошную линию. Ну нигде этого нет. Вот о выдумке все. Общее правило для всех. А вот начинают философствовать. Ну с одним ребенком ты тоже еще можешь что-то делать. С одним ребенком. Но если ты ему будешь другие условия, чем в мире, то как он будет жить, когда в мир-то пойдет-то, пойдет в школу-то. Ну и мы все делаем, чтобы он только не плакал. Ну и что есть дальше будет? Он надулся, не разговаривает. Ну с ними надо разговаривать. Сейчас полчаса он помолчит, потом будет говорить. Да где это будет? Учительница его будет ждать полчаса. Вы что ему приготовили? Да вздуй его как следует. И будет он говорить, когда надо. Он тебе дан. Тебе. Ты за него отвечать будешь. Нас в семье десятеро дети. Десять детей у нас у отца было. Пять братьев, пять сестер. Не на отца с матерью, на двоих полкласса не было образования-то. И они нас вырастили. И чтобы как-то кому-то приспосабливаться, то уросит называлось. Ребенок не слушает, а то уросит. Мать сразу взяла его, аж подорила. Готово дело. Все, пошел. Мы этого не знали. И поэтому нам в жизни, ну не надо было ломать. Как в армию берут, вот не знают, как я пошел в армию. А мне что в армии, что не в армии. У меня полное послушание. Все как надо. Почему? Родительское строгое воспитание. Не потворствуйте, а не лирею, чтобы потом не плакать с ним. Вова, привет. Привет, брат. Так, Володя. В следующий раз там перезвонили. Как же? Занятия должны быть один час. Один час и уходите домой. Геннадий Иванович, а вот дары Духа Святого когда образуются в человеке? Когда он молится за них или как-то с течением времени? Святые длительным трудом моляли Господа. Господь дает, когда ему нужно. Вот. Так. Это твой, Володя? А! Да, там Сергей закачал. А, вон что. Понятно. А дары и таланты, это же разные вещи. Да, да, да. Это таланты и есть. Таланты данные им. Дар дал. Дал дар памяти. Одному дар, говорит, дается разумение, другому толкование. И как понять, какой у меня дар, к примеру? Знания и мудрости. Ну, ты сам про себя знаешь. Я вот по сегодняшний день, каждый день молюсь, Господи, покажи мои таланты, помоги раскрыть их. Я еще не уверен, что раскрыл все, что Бог мне дал. Я их случайно обнаруживал. Случайно. В разговоре или где-то. Но я не пропускал ни одного слова. Что-то сказали, а я его сразу раз, я его взял себе. Я не знал, что этот талант во мне есть. Не знал. А когда коснулся, и он начал развиваться. А потом я его оставил, он заглох. Я помню, учился в пятом классе. У меня какое-то такое желание было рисовать. Я рисовал только небо. Ни людей, ни строения, только небо. Рисовал там, как фотографии были, получались. Да главное, иду зимой. А пятый класс, ну какой ребенок-то. Я уже бегу домой, скорее хватаю акварель, краски, лезу на крышу и сижу, рисую, какой закат. Облака и проще. А брат мог животных там рисовать, там и человека нарисовывает. А потом у меня внезапно все это отошло. А человек, если не молится о талантах, могут ему и не дать таланты? Такого нету. Хотя бы один талант, но есть. Талант творит добро. Посещать больных, утешать. Кто-то утешать умеет. Вновь раздаятель. Там собрали кто-то, а другой не знает. А куда деньги, как деть. А другой примиритель. Где только скандал какой, он уже там. И смотришь, примирились люди. Талант. У него талант на это. Сегодня самые бесталантные люди, это в священники идут. Когда он ни одного таланта не разбил, ничего нету. Там ничего не надо. Он еще пробарабанил, и все, деньги взял и пошел. Вообще ни за что не отвечают. Но им самый строгий спрос будет с них. Игорь Иванович, секундочку, извините. Лен, я занят. Я разговаривал. Так, Матфея 4, 1 и 3 стих. Сейчас открою. Володя, я залил, все. Там второй, можешь убрать его чайник. Считай. Тогда Иисус возведен был духом в пустыне для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок залкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни с ней сделали с хлебами». Да. Он после того, как попастился все эти 40 дней и 40 ночей, он после этого что сделал? Залкал. Это что значит? Залкал. Захотел есть. А, просто он не съел. Он просто захотел. Алщит. Человек алщит. А жаждет это пить. Алкать. Алкать это хотеть есть. Потребность в еде. Все понял. Один приехал, говорит, вот там из сектанта один вышел, говорит, вы понимаете, вот Христос постился, и он взял, кал, кал, взял, кал, говорит, и ел. Понятно. Так, Матфея 4, 11. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. А что именно делали ангелы? Не знаем. Тоже не знаем. Никто не знает, не написано. Чего в Библии нет, а то мы не рассуждаем, говорит Златоуст. Нет, а зачем мне это знать? Служили, значит, служили. Просто интересно, что именно делали. Может быть интересно, уменьши свой интерес. Мне вопрос никогда не ставьте даже. Библия молчит, и больше об этом нигде не упоминается. И зачем я буду догадываться? Не, может быть, святые отцы... Ну еще, на руках его носили ангелы, или пищу ему приносили туда. Ну да. Воду приносили. Ну может быть и так. Так, Матфея 4, 17. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Что имелось в виду, что оно приблизилось? То есть скоро будет кончина века, либо то, что люди могут покаяться? Христос есть Царь, и с Его пришествием приблизилось Его Царство. Приблизилось, то есть Христос явился в мир. Царь. Он Царь, но с Ним вместе и Царство. Так. Но оно еще... То есть нету Его, но оно приблизилось. Приблизилось, приблизилось. В английском языке стоит «at the hand». Возле руки стоит, рядом «протяни руку, возьми». Ну, понятно. То есть и тут о кончине века тоже же говорится, да? Ну, это тут не говорится. Именно о Царстве Божьем. Приблизилось. А если так разбирать по дням, то, конечно, с каждым днем Царствие Божие, явление Христа, ближе и ближе. А, ну вот я поэту и имел в виду. Ну да. Так, Матфея 5, 13. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как раз выбросить ее вон на попрание людям. И соль земли – это верующие люди, правильно? Да. Если ты потерял веру, то на тобой все смеяться будут на попрание. А если ты потерял веру, можно ее возвратить обратно? Бог даст ее обратно? Сущий такой был со святым Нифонтом. У него, кажется, три года не было веры, а он все равно продолжал молиться, ходил в церковь, и вера вернулась. То есть он по привычке ходил? Не дай Бог потерять веру. Ну вот я продолжу. Если тут говорится, что если соль потеряла свою соленость, получается, что никогда больше она не возвратит ее. Не знаем. Но мы знаем по житиям, что были такие искушения. Это страшные испытания. Получается, у человека выбора даже нет. То есть если он не верит, он и в любом случае уйдет из церкви. Ну все, вопросом мы уже ответили. Все. То есть может быть такое. Может быть отнято за грехи и за покаяние, за добрые дела, за милостыню Господь возвратит. Не вечно гневается Создатель. Матфея 5,18. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не пройдет из закона. Не придет из закона, пока не исполнится все. Не придет небо и земля. Не пройдет, не исчезнет. А, не исчезнет. Да. Пройдет, то есть проносится мимо. Ага, а то я так и не мог понять, почему здесь не придет. То есть это случится раньше, чем вот это и здесь. Пока не исполнится все. То есть все поруки... Все предсказанное, все намеченное, все сбудется так, как есть. Должна быть третья мировая война, она будет. И ни грамма ни ближе, ни дальше. Вот сейчас там эти исламское государство, Россия там где-то бомбит. И кажется, ну а как теперь Россия? Теперь на нее весь мусульманский мир. А тебе думать не надо. А они казнили христиан пачками. Это кровь святых достигла их. Я поэтому говорю, что надо Бога просить, умолять, чтобы Господь поступил, как его святой воле угодно. А не судить там. Путин виноват. Послал туда по-божественному. Разговаривать с ним. Ну а как? Ну я знаю, что кровь святых вопьет под жертвенник. Да коли, владыка святыня, мстишь за кровь нашу. В откровении считал? Ну а они убиты. И вот Господь отомщает им за это. Отправили свои контингенты, долбят их там теперь. Матфея 5.19. Надо молиться за них, чтобы Господь их сохранил и вернул. И за президента молиться, что такое мысль ему Бог подал. Ну да. Так, Матфея 5.19. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, то малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворительно научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Вы уже отвечали кому-то на этот вопрос? Я так и не понял. А что не понял? Малейшие заповеди, это означает новые вот эти блаженства, 9 блаженств. Малейшие, то есть юнейшие. Недавно только Господь их произнес. Не нарушая хотя бы одну малейшую вот эти заповеди, 9 блаженны нищие духом, блаженны плащущие, ты уже не войдешь в Царство Небесное. И поэтому, когда говорится малейшее наречется, то есть никаким. И Царством Божьим называется сам момент прихода Христа с Царствием. И он там будет, наименьше будет брошен в огонь вечный. А, все понял. Спасется от уничтожения. Не как адвентисты говорят, как солома сгорит. Не сгорит. Написано спасется. Пройдет через огненную реку, праведник будет как золото сиять, а грешник как головня обгорелая выйдет. Перед престолом протекала огненная река. Даниила, 12 глава, 2 стих. Тут просто, говорится, наречется в Царстве Небесном, то есть он каким-то маленьким там уже будет. Царством называется приход Христа. Ага. Все понял. Понял. Так. А кто сотворит и научит? Это кто, что сотворит? Да ты, учи, сотвори сам, выполни и другого научи этому. Тот великим наречешься. А что сотворить? Заповеди выполни. Блаженны нищие духом, блаженны плащащие, блаженны, не знаю, за правду ради. Ты сам это выполни и другому передай, научи. А, все понял. Это мои деяния. Твои деяния. По заповедям, по этим. Новые заповеди вот эти. Ага. Малейшими они называются, то есть юнейшими. То есть они такие новые совсем. Матфея 5.20. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Почему именно книжников и фарисеев именно праведности? Потому что они исполняли закон. Они тщательно старались все исполнять. Но наша праведность должна быть выше. Я это отношу и к десятине. Одной десятиной никогда не довольствуйся. Матфея 5.38.42. Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щелку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отращайся. Вопрос. Можно ли защищаться христианину? Можно сделать что? Защищаться. Ну, то есть тебе... Конечно, можно. Только не убивать. Предел. Не убивать. Больше ничего нет в этом. И ты ни на одной западе не нарушишь. Можешь защищаться. Можешь. А если за Иисуса Христа, то нужно пострадать. То есть правую щелку подставить. Да, конечно. Пускай убьют тебя, и что? За это не держись, за жизнешку. Угу, понял. Защищаться. Если какой-то там пацаненок нападает, да... Чего ж ты будешь молчать-то? Разрешается? Я вон был в Америке, и там один дьякон мне рассказывали. Я его не видел, а я его дочь видел в лагере в Скаутском. Ну, и он шел там где-то по Бруклину или где. И напали негры на него. Он протодиакон. Он здоровый такой, говорит. Он вот так вот взял их, вот так развел, как дал вот так вот. Один калека, а у другого мозги выскочили. Убил сразу. Ну, его с дьякона сняли, конечно. То есть он был в таком возбужденном состоянии. Он не бил ничего, просто развел их и лбами стукнул. И все. Ну, сила немерена. Люди такие бывают. Матфея 5, 47. Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно делаете? Не так же ли поступают язычники? То есть нам приветствовать нужно всех. Матфея 5, 47. Она говорит, приветствующий его, а то зло, участвует в злых делах его. Наоборот, уже не приветствуйте. Здесь речь идет о том, что человека ты или не знаешь, еще как приветствовать. Добрый день сказать, это ни к чему не обязывает, это тоже приветствие. А здравствуйте, я говорю, очень редко кого знаю. А безбожник, зачем ему здоровье-то? Оно ему не нужно, он безобразничает. А что здесь именно имеется в виду в Библии? Ну, то и имеется, что я сказал. Приветствуется сказать. Добрый день. Я его приветствую. Я желаю ему добра. Он вполне доволен. И еще тут напоследок. Потом уже вопросы буду задавать, потому что время много уже. Раньше земля же была молодая, когда ее только сотворил Бог, да? Не знаем. Не знаете, да? Не знаем. Потому что сотворил, это может быть миллионы лет было. Геологические эпохи, там все. Ничего не знаем. Что означает День Божий? У Бога один день, как тысяча лет. Поэтому вопрос, это даже не надо спорить и ничего. Не знаем, написано один день. Был вечер, было утро. Нет, вопрос в чем? То, что она сейчас же стареет. Она же как организм, правильно? Что она стареет. В третьей книге Езры, там об этом написано. Значит, получается, она когда была молодая, значит, она была меньше, что когда материки были друг с другом совмещены, правильно? Она потом стала раздвигаться. Кто? Земля? Да. Земной шар? Да. Чего ты взял? Ну, потому что материки раньше были вместе. Ну, откуда ты это узнал? Материки вместе. Нам что угодно говорить. Ты эти... Ну, услышал такое, услышал. Веришь ты? Ну, твое дело, верь. Где они замеряли? Там по миллиметру где-то. Врут они все. Не, а то, что очертания материков... Да мало ли, что очертания. Ну, человека большинство. Это показывает очертания. Там, где не сходится, то больше не сходится, чем сходится. Очертания. Ты разбей. Потом перемни в руках у себя там что-то яичную скорлупу-то. И где она сходится? Сколько было землетрясений, цунами, все, сходится, разводится, уходит. Куда они расходятся? Куда уводят? Может быть, ему надо покупать деньги. Вот в Казахстане у нас тут было. Ну, и пастухи. Пришли и говорят. Мы, говорит, нашли камень, большой камень, говорит. И на нем что-то написано. Ну, и передали там, а там исследовательский институт. Поехали туда, и правда, это старинное, говорит, там, гетто. Ну, они, значит, защитили докторскую и защитили две кандидатские. Они определили, в каком веке, все. А потом один пришел и узнал, говорит, вы где это берете? Да это мы, говорит, кинофильм снимали. Мы специально, говорит, кран большой был, привезли туда этот камень, и на нем высечено было. Это я высекал, говорит, с зубилом. Они говорят, это было пять с половиной тысяч лет назад. И защищают диссертации. Газета «Известия» писала. Они что угодно говорят и верят им. У меня сегодня директор рыбокомбината, и, говорит, напал какой-то клеш, и щешую у карася ел. Говорит, ну, один, говорит, кандидатскую защитил. Говорит, он узнавал, от чего я говорю. Как? Никак. Говорит, караси подохли. А он защищал. Да. Точно. Натя Ильич, еще вот насчет моей жены вопрос. Посоветуйте, что мне, как, ну, вообще себя вести и как дальше. Потому что я сейчас для нее, можно сказать, деспот. Человек, который фанатик и придерживается, да, вот, каких-то строгих обычаев. Ну, так вот, как Бог сказал, так и я и хочу делать. Чтобы и жена была у меня целомудренная, скромная, послушная. И она не может, она в нее это не может вместиться. Во-первых, она не крещеная, это понятно. И Дух Святой не подсказывает этого. Как мне себя вести? У нас получается, что мы сейчас расходимся во мнениях, во всем. Чем дальше, тем, наверное, хуже. Ничего, ничего. Это ничего еще не значит. Это другая душа. Это другое поле. Ты сказал, а дальше делай как надо. Чтобы она увидела твою жизнь, что ты изменился. А то она будет говорить, она на тебя такое сейчас наговорит, а ты сам себя не узнаешь. Ну, я вам про то и говорю, что я совсем не узнала. Она говорит, ты вообще, говорит, ты такой строгий стал. Ну, ладно, ладно. Не строжись сильно, маленько сбавь. Ты с нее сильно не требуй. Ты понимаешь, что она не с тобой. Ну, и все. Дальше ты сказал, а ты теперь старайся делать как... Ну, не будешь от нее бить по-старобрящески. Да, пока не пришлось еще. Ну, обойтись без этого. Никогда никому не советую. Нельзя этого делать. Да, я шучу, конечно. Ну, да. Не шути, сатана рядом ходит. Бонял меня. В этот же день, может, где-то ей, говорится, приложиться. Не надо этого. Ну, то есть с ней нужно помягче себя вести, я так понимаю. Ну, там, сильно строго не говорить там или еще что-то. Ну, ладно. Слово фанатик, это означает готовый умереть за то, во что веришь. Это хорошее слово. Если человек не фанатик, он никому не нужен, а это тепло-хладный. Ну, у меня то, что горит внутри, я и об этом всем говорю. И, наверное, получается... Все понятно. Так, все? Все, Игнатих Ильич, мир вам. Перед тем, как поехать, ты узнай, когда у нас будет тут батюшка. Когда пост начнется. Да, ну, чтобы приехал, чтобы он здесь был. Хорошо. С Богом. С Богом. Пока, брат. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok